Доброе утро, уважаемые телезрители! Рубрика «Звездные гости» от Дмитрия Пиауэра. Приветствуем вас в это теплое летнее утро. И сегодня продолжаются творческие встречи в студии нашей программы. Мы говорим о самых разных жанрах и, конечно, самое приятное – это поговорить о победах. Тем более, есть повод. Марк Тарощин – это учащийся в Казанской детской цирковой школе при Казанском цирке, который уже 28 лет привез серебро с всероссийского конкурса фестиваля «Дорога в цирк». Он прошел в Анапе под патронажем цирка Юрия Владимировича Никулина и лично директора цирка Максима Никулина. Номер назывался «Игра с дьявола». Ну, дьявол – это такая игрушка для жонглирования. Это сейчас такая приятная профессиональная болезнь не только тех, кто профессионально занимается цирком, но и, наверное, всех детей всего подрастающего поколения. Это такая развивающая игрушка. А мы сегодня поговорим, почему Казанская цирковая школа действительно уже не первый раз привозит международные призы. Вот в марте это было серебро из Франции. И такая стабильная цена успеха у Казани и у нашей школы. Об этом знает, конечно, и педагог, и мастер, который 22 года преподает в школе и ставит номера Светлана Шарапова. Свет, доброе утро. Доброе утро. Вот номер поставить для ребенка, «Игра с дьявола», казалось бы, да, это что в первую очередь? Это развивающий момент, это интеллектуальный момент. Какой здесь информационный ликбез получает ваш подопечный, когда вы ему предлагаете номер? Здесь получилось, наоборот, от обратного. То есть мы узнали о заявке, что лучшие дети могут в Россию попасть на этот фестиваль. Я стала примерно прикидывать, какие номера туда можно бы послать. Ну, сложность в том, что мы больше занимаемся воздушными номерами, а это номера на сцене. И стала я примерно думать, чтобы было бы интересно. Марк занимался дьяволом, ну, настолько, как это такой маленький у него был этюдик, для родителей порадовать. Я подумала, что мы из этого сможем что-то выжить. И мы быстро, прям буквально с ним за пять дней, за пять дней мы с ним прям поставили номер, развели. И был такой успех, я даже не ожидала. Я его успокаивала, говорю, поедешь, ты, самое главное, там отдыхай. Ну, конечно. Фестиваль – это не главное. Вот. И такой успех, я была очень довольна. А можно ли предугадать победу? Вот как, например, это случилось во Франции, не один год, когда вы привозили из Монако там призы, да? Вот сейчас… Во Франции я знала эту победу, потому что к этой победе я шла 10 лет. Извините меня, дети наравне со взрослыми профессионалами приглашают на фестиваль. Я шла к этому 10 лет. Я сделала такой номер, которого нет, вообще не существует в мире. Даже среди взрослых профессионалов. Двойного бамбука в мире нет. Это жанр умирающий. Ну, вот в медицине есть такой термин «степень риска». Какова степень риска вот у ваших подопечных? Отчего они должны в первую очередь абстрагироваться? Отчего они должны отвлечься и действительно погрузиться? Ну, как у артистов это своя история, да? Да, понятно. У танцоров это своя. Да, да. Что у вас? Я могу сразу сказать, это очень такой важный момент, и он очень такой правильный момент. У нас дети без преподавателя не занимаются вообще. Мы запрещаем им делать всё. Как бы у нас травмы дети не получают. У нас очень всё хорошо развито, всё надёжно. Мы проводим с ними беседы, всякие мастер-классы, всё объясняем, показываем. У нас дети всегда 100% под страховкой. Ну, и как мне уже предупредили, наш победитель уже здесь, на телекомпании. Сейчас, через некоторое время, мы уступим им это кресло. Ну, и вот Марк Торочин у нас уже в студии со своим тем самым предметом, который принёс ему первую, кстати, награду и первую участие в конкурсе. Диабло. Ну, что такое Диабло, мы поговорим чуть позже. Марк, добрый день. Рад тебя видеть и поздравляем. Спасибо. И скажи, пожалуйста, ты выбрал эстезию именно будущего артиста цирка. Вообще вот это папа с мамой посоветовали? Или так получилось? Нет, это папа с мамой посоветовали. Папа с мамой, они были в цирке, они там выступали в Мексике. Почему в Мексике? У меня папа мексиканец, получается, а мама русская. А, вот так, да? Да. Вон они там познакомились, вместе выступали в цирке. А какие жанры? Что у них было? У меня мама была воздушной гимнасткой на кольце, а папа у меня был дрессировщиком, акробатом, также зонглёр. То есть то, что ты продолжаешь династию генетически, это естественный ход событий, да? Да. Ты делаешь определённую амплитуду движений под музыку. Да. То есть здесь элемент импровизации какой-то предполагается или нужно чётко следовать? Всё чётко. Чётко следовать? Шаг влевый, шаг вправый не приветствуется в данном случае. То есть это конкурсная история, и то, что ты получил в цирке Никулина, «Дорога в цирк», вот этот приз, это даёт тебе возможность идти дальше. И в какую ещё стезию цирковую ты можешь перейти и почувствовать себя? Там, в гимнастике, я не знаю, или вот только жонглирование? Ну, в основном, мне больше всего нравится жонглирование. Понятно. А маму с папой как тебя поздравили? Они встретили на вокзале, потом мы купили торт и дома отпраздновали просто. Понятно. Но первый шаг, он очень всегда самый ответственный, самый сложный. О какой победе ты ещё хочешь мечтать? Может быть, ты втайне мечтаешь? Какие вершины покорить хочется? Всевозможные. Монте-Карло? Тоже. Понятно. Ну, значит, дорогу осилит идущий. Уважаемый телезритель, на этом наше время заканчивается. Итак, сегодня замечательный представитель цирковой школы Казани побывали в нашей студии. Совершенно не случайно, потому что они привезли очередную победу. Так, держать и дорогу осилит идущий. Наша программа продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok